Мы сейчас все-таки пришли к выводу о необходимости ускорить разработку закона о статусе города Красноярска как столичного города, чтобы обеспечить несколько иные в сравнении с другими муниципальными образованиями подходы и к его финансированию. Главная тема, которая интересует прежде всего меня, и в связи с этим я пригласил главу города, это генплан города и проект детальной планировки, в связи с которыми на публичных слушаниях у многих горожан были, так скажем, крайне негативные реакции. Я хочу сказать, что я разделяю эти оценки в абсолютном большинстве случаев не как краевой руководитель, а просто как житель города. Честно говоря, у меня с самого начала были сомнения, я их высказывал о том, зачем такого рода работу поручать не красноярцам. Мы договорились о том, что надо внимательно посмотреть на уже принятые решения и, может быть, даже не исключено перепоручить завершение вот этой работы более заинтересованным, так скажем, болеющим за город людям. Ясно, что здесь никакого Майами не будет, понятно, но, тем не менее, семь знаковых мест, которые должны задать какой-то хороший стандарт, конечно, в городе должны появиться. Чтобы какая-то модель, на которую имеет смысл равняться и затем с этим стандартом подходить. Я полагаю, что до конца этого года у нас возникнет ясность с источниками финансирования по этим знаковым местам. Но, может, не семь, может, меньше, но мы все равно должны сделать и желательно не за счет бюджета. Пока непонятен ответ на то, что теперь делать с проспектом мира. Знаете, у нас много других благоустроительных, острейших задач в свете принятия универсиада. Может быть, сделано-сделано, хотя бы потерпеть год и потом исправить то, что здесь наделано, что называется. Либо уже сейчас планировать повторный ремонт вот этой центральной улицы. Давайте будем советоваться. Ну и мне кажется, что это решение надо принять немного попозже. Иметь организационный потенциал для того, чтобы переделать, но посмотреть, как все это простоит зиму и весну. Мы должны город привести из лоскутного, разорванного, побитого молью одеяла в нормальный, хороший, однородный рисунок с точки зрения чистоты и эстетики восприятия нашего внутреннего пространства. Здесь несколько моментов, на которые мы будем акцентировать внимание. Первое, конечно же, это наша пыль, которая уже там зацементировалась около бордюров, на треугольниках безопасности и так далее. Она у нас поднимается в воздух, мы ей дышим. Второе, это опрятность газонов и несвоевременная коска в летний период. Когда мы заходим в зиму, у нас вот эти бодели, репейники торчат и, конечно, далеко не радуют глаз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова